Всем привет! В данном ролике мы будем сравнивать два телефона X3 Pro, Poco и Poco F3. Возможно, кому-то эта информация будет полезна. Сделать выбор в пользу того либо иного устройства. Начнем с Poco F3, наверное, да? То есть, он более-менее у нас устройство по высшим классам, подороже будет, ну и покрасивее. Задняя спинка у нас стекло. Камера у нас выполнена в стиле Mi 11. Более-менее красивый такой модуль, чем, естественно, на Poco X3. Там вообще зашквар. Ну, опять же, на любителя. Все на любителя. Кому-то это нравится. Так, ну и давайте посмотрим. То есть, видите, она зеркальная, она буквально вообще как зеркало. И это все дело у нас маркой. То есть, вся пыль, грязь и прочая залежи в карманах у нас будет на телефоне, если мы не будем использовать хотя бы комплектного чехла. Рамка у телефона сделана из пластика, но там, по ходу дела, такой бутерброд, что имеется еще и алюминий сплав какой-то там, чего-то там. Сейчас покажу вам. То есть, лоточек SIM-карт у нас две SIM-ки. То есть, вот достаем. Лоточек имеет у нас резиновую прослойку. И, как мы видим, мы имеем вот он. Скорее всего, это, наверное, просто усиление для лотка SIM-карт. Так как смотрим в USB-порт, там уже нету никакого дополнительного алюминия. То есть, тут буквально вот он через пару миллиметров идет, но тут уже нету ничего. Один голимый пластик. Так что, скорее всего, этот бутерброд только для лотка SIM-карт. Лоточек под две SIM-карты. Флешечку поставить нельзя сюда. USB Type-C, микрофон и мультимедийный динамик. Ну и с правого торца давайте сразу посмотрим. Это у нас кнопочка питания, она же сканер отпечатка пальца и регулировки громкости кнопочки. Сверху у нас ECO-порт. Так, фокус. ECO-порт, микрофончик и также вырез под динамик для выхода звука. Спереди у нас решеточка микрофона, фронтальная камера, датчики освещения. Так. Ну и, в принципе, хотел показать еще такой момент. С вырезом под микрофон, под разговорный динамик. Сейчас. Смотрим. Вот видите, тоже все довольно-таки пачкается. То есть, видим вырез под динамик, да, то есть, вот он длинный. И половина буквально динамика у нас просто, ну, затычка, просто для симметрии сделан вырез. Основной вырез, он у вас смещен вот в эту половину динамик. Точнее, выреза вот этого всего, он смещен только на половину. А вторая половина, это просто с пылесборник, я бы так сказал. Будет скапливаться пыль, грязь и прочее, прочее, прочее. Фронтальная камера у нас здесь, также пленочка защитная, которая тоже довольно-таки, ну, посредственная. То есть, она црапается вообще моментально. То есть, ну, на первое время пойдет, чтобы потом поменять ее на стекло какое-нибудь. С левого торца у нас ничего нету, полностью чистый торец. Толщина устройства вообще кайфовая, комфортная. То есть, в руке сидит и по весу, и по толщине. То есть, как мы видим, по толщине видим сразу. То есть, в руке это заметно играет роль в плане использования устройства по толщине. То есть, F3 будет выигрышней, чем X3 Pro. Ну и давайте тут посмотрим X3 Pro. Пластиковая крышечка с матовыми краями и глянцевой серединкой, которая довольно-таки красиво переливается. Напомню, что в Poco X3 NFC была полностью глянцевая крышка, которая там тоже собирала црапины просто моментально. Ну, здесь решили края такие сделать матовыми. Ну, в принципе, неплохо смотрится. Блочок камеры выглядит вот так. Правый торец, то есть, он у нас глянцевый, тоже пластиковый. Кнопочка питания выполнена вот с таким углублением. Также в ней имеется сканер. Качелька регулировки громкости, тоже глянцевая. Сверху у нас вырез под динамик, в принципе. Вырез под динамик, микрофон и инфракрасный порт. Спереди у нас имеется, что? Фронтальная камера, сеточка разговорного динамика. У нас здесь есть еще индикатор событий в решеточке динамика. Находится где-то в этой части. Которого индикатора нет у F3. Ну, и здесь у нас AMOLED. У нас можно настроить Always-On Display. Вот такой паритет сделали. Пленочка здесь тоже наклеена. И довольно-таки она тоже марка и непрактичная. То есть, все под замену. Ну, опять же, со временем. Лоточек SIM-карт у нас на левом торце находится. Здесь у нас вроде как комбинированный вариант. Имеем две SIM-карты, либо одну SIM-карту и флешку. Резиновая прослойка имеется. Снизу 3.5 jack, которого нету. В F3 там идет переходник у него в комплекте. Для кого-то это будет тоже решающий момент. Но здесь у нас есть Type-C, микрофон и мультимедийный динамик. Вырез под него. Ну, в принципе, скажу по ощущениям использования. То есть, без чехла X3 Pro, в принципе, можно юзать. То есть, он как бы такой пухленький, но без всяких чехлов. Тем более родного, он прям вообще увеличивает в два раза, наверное. Можно юзать и, в принципе, пойдет. F3, конечно, будет прям, берешь, ну, как, ну, вообще, пушиночка такая. То есть, он и тонче, и, как сказать, от стекла такое ощущение. То есть, ну, более-менее флагманское, то есть, премиальное что-то. То есть, он будет поинтересней в руке. И легче, и тонче, и габариты, да, те же самые, плюс-минус. Но толщина и вес делают свое дело. Ну, и коротко по комплектации. Телефончик, блочок, проводок, чехол комплектный. Ну, и наклеечки. И у Poco F3 еще идет переходник на 3,5 джек. Экраны данных устройств имеют технологию X3 Pro IPS. 120 Гц, частота обновления и частота сенсорной пленки 240 Гц. У Poco F3 AMOLED тоже имеет 120 Гц и частота считывания сенсора 360 Гц. То есть, чуть-чуть повыше будет. Яркость у IPS будет у нас 450 нит. У F3 900 нит. И там пиковая, там, 1300 на автомате, на всех плюшках. Ну, это, в принципе, и так видно, что сейчас вот F3 будет чуть-чуть поярче. Вот. Ну, естественно, на солнце это тоже будет заметно. Вот как-то так. Небо бликует. И, в принципе, вот так это все будет видно. Давайте настройки посмотрим. Доступна темная тема на обоих устройствах. Также есть темный режим по расписанию. Яркость. Видим все на максимум. И шим. Шима на IPS нету. Прибора, чтобы измерить шим на AMOLED, у меня тоже нету. Но посмотрим, на какой уровень яркости будет начинаться шим. То есть, шим пошел уже где-то с половины. Плюс-минус. Ну, чуть-чуть повыше. Где-то 55%. И уменьшая, шим проявляется. Вот он. То есть, в принципе, пока что не завезли DC-диминга. Люди будут страдать. С болью в глазах. Смотря на F3. Цветовая схема. Ой, герцовка. Ну да, давайте герцовку покажу вам. Герцовочка 120, либо же 60 на выбор. То есть, выбираем, что нам удобнее, роднее и тем пользуемся. Цветовая схема. Как мы видим, доступный автомат. Насыщенная. Стандарт. Исходные цвета оттенков. Ну, в принципе, тот же стандарт. И, в принципе, на X3 Pro мы можем побаловаться с балансом белым. И на этом все. По настройкам у X3 Pro. Здесь же на F3 мы имеем еще расширенные настройки. Заходим в них. И видим. Цветовые палитры. Улучшена. Прям какой-то ядовитое все. Исходный цвет. Палитра P3. И sRGB. То есть, мне лично нравится sRGB. Она более спокойная и больше похожа на IPS цвета. То есть, такое все сдержанное. Вот, я, в принципе, пользовался ей. И здесь еще у нас есть адаптивные цвета. Это тот же True Tone. Называемый. Баланс белого телефона у нас настраивается по освещению. Более теплый становится. Либо же более холодная эта функция работает. Те, кому эта функция нужна, будут довольны. Как по мне, она мне не нужна. Она мне мешает редактировать фотографии. И все в этом духе. Еще здесь есть вот такие плюшки. Так, идем сюда. HDR улучшения есть. Работать, либо нет, я не заметил. Где-то там темные области, а без понятия даже. А вот эта вот фишка работает. То есть, это у нас идет дорисовочка кадров. В видеороликах, которые имеют низкую частоту кадров. Он их дорисовывает. И получаем более гладкую и плавную картинку. Вот это вот работает фишка. Но опять же, она сажает аккумулятор. То есть, если ей пользуется на постоянке. Ну, нужно понимать то, что она подъедает аккумулятор. Так что, вот это рабочая вещь. Сейчас я вам покажу про серый экран данного AMOLED-экрана. То есть, информация в интернете полно-полно. То есть, давайте смотреть, что у меня с экраном. Если же мы будем сравнивать с Poco X3 Pro. То есть, это будет выглядеть вот так вот. То есть, равномерная подсветочка и серый цвет на X3 Pro. И вот такая вот зеленая область на Poco F3. То есть, смотрим, как-то так это выглядит. Углы обзора сразу глянем. Картиночка на Poco X3 Pro немного выгорает. Так как IPS-матрица. На F3 все прекрасно смотрится. Яркости хватает за глаза. Яркость особо не падает. На F3. Ну, в принципе, все круто. Ну, вот как-то так серые тона выглядят на этом экране. На моем экземпляре. То есть, вот эта вся область у меня зеленив. Сами видели. То есть, в зелень бросает. И все в этом духе. Так что... А так, если мы пользуемся на максимум яркости, экранчик вообще бомбезный. Шикарный, кайфовый. Тем более, 120 Гц делают свое дело. Это прям вообще качественно. Все и красиво. Производительность данных устройств довольно-таки хорошая. У F3 это Snapdragon 870. У X3 простый. Довольно-таки тоже мощный 860-й дракон. Для своей цены это просто вообще пушка. Ну, и давайте посмотрим. То есть, это восьмиядерные процессоры. В трех связках. Получаем 4 энергоэффективных ядра по 1,8 Гц. 3 ядра по 2,42 Гц. И по одному мощному ядру 3,2 на F3 и 2,96. Ну, грубо говоря, 3 можно округлить на X3 Pro. Техпроцесс данных процессоров 7 нанометров. Видео ядро имеем 640 на X3 Pro и 650 на F3. Оперативная память у устройств X3 Pro LPDDR4X. У F3 LPDDR5 версия. Ну, и версия памяти у нас UFS 3.1. Что здесь, что и здесь. То есть, смотрим скриншоты по скорости. Записи чтения. Плюс-минус. Так, дальше скриншотик у нас будет троттлинг-тест. То есть, он как-то вот так выглядит. Antutu Benchmark. И более подробно уже про игры и тесты будут ссылочки в описании. Так как отдельное видео по ним снимал. Программное обеспечение у данных устройств стоит от 11 версии Android. Версия оболочки у нас 12.06 на X3 Pro и 12.05 на F3. X3 Pro глобалками. А получается F3 у нас европейка EU. Вот, то есть, все спрашивают, какая версия прошивки. У меня европейская. Если же у вас стоит русская, то вы получите обновление. То есть, наверное, довольно-таки поздновато. Наверное, после того, как получит и глобальная версия, и европейка, и потом уже, наверное, русская. Получит обновление. Так сказать, в конце планеты всей они обновляют русскую прошивку. Поэтому датчик приближения в Poco F3, он отсутствует. В принципе, он отсутствует. Здесь реализована смесь датчиков и чего там еще, я не знаю. Но это колхозно работает и, в принципе, неудобно нифига. К X3 Pro претензий нет. У него есть нормальный датчик, который отлично отрабатывает. Сейчас покажу вам. На примере телеги. То есть, датчик закрыли, все нормально, запись пошла, либо же воспроизведение вашего голосового сообщения. Здесь с этим претензий нет. Здесь же это ничего не работает. Закрыли, открыли. То есть, здесь только нужен жест поднесения телефона к уху. То есть, например, приподнесли, видите, он погас и началась либо запись, либо воспроизведение. Ну, он у меня сегодня выдал такую фигню, то, что просто я тупо жесту такое делал. Он у меня тоже газ и воспроизводил сообщения и тому подобное. То есть, посмотрите, я там записал зарисовочку. Друзья, решил подснять это POCO F3. Глюк вот этого датчика освещения, не освещения. У него, в принципе, освещения датчика нету. Точнее, приближения. Освещение это есть, а вот приближения нету. И у него такой глюк бывает, когда мы прослушиваем сообщение. Видали? Он думает, что мы поднесли телефон к уху. Опа-на. Существенно, надо больше экономить время. Мешком, потому что я на работу иду, короче, полчаса. Ну, вот как-то так это происходит. Ну, еще я мог подумать, то, что, возможно, освещения мало. И там, что-то как-то у него там совместные датчики могли подумать, то, что я поднес у к уху. Но, в принципе, вот я у окна, света много. И давайте проверим снова. С маленькой скоростью передвигаться. Ну, видите, говорит. Короче, это не из-за этого. Не из-за малого. Недостатка света. Я на работу иду, короче, полчаса. Ну, вот видите. То есть, грубо говоря, это полный отстой, короче. Нет, телефон хороший, но реализация датчика полная говнища. Так что, минус Poco F3, то, что сделали такой колхозный датчик, плюсик Poco X3 Pro. Приложение телефон. Здесь у нас гугловское стоит. Запись вызовов, да, есть. Но оно оповещающее двух абонентов по обе линии. То, что ведется запись разговора. Вот так это выглядит. Кнопочка появляется, когда соединяется уже разговор. И ее нажимаем. По приему сети, то есть, у нас 4G. Расстояние одинаковое, место тоже. То есть, смотрим какие показатели у нас по силу приему, по сигналу приема. Как-то так это выглядит. Сети коммуникации данных устройств. То есть, мы имеем Wi-Fi пятая версия. Тут у нас поддержка из шестой версии. Проверить не могу, потому что у меня нету шестой версии Wi-Fi. Но пятерка у нас подключена. Что тут, что тут. То есть, ага. Вот, да. Пятерочки подключены. Технологии пятая. Третий еще поддерживает шестую технологию. Bluetooth версии 5.0, 5.1. NFC мы имеем. Что тут, что тут. Оплачивать покупочки мы можем. NFC, вот они наши. Покупочки оплачиваем. Все прекрасно работает. GPS, список всяких там спутников. Вы увидите. Проверим GPS сейчас тоже. Так, выключил я интернет. Сейчас будем включать GPS. И посмотрим, насколько быстро поймают спутники данное устройство. То есть, запуск на холодную. F3, ух ты ее. Молодец какой. Напомню, интернета нету. Только используются GPS и родные. То есть, F3 у нас уже он. В поле зрения 20 спутников. Используется 7. Точность. F3, ты чай, вроде включена. Ну, что-то один нашел. Что-то как-то кисло все на X3 Pro. Ну, как по мне, очевидно, что F3 для навигации будет более точен и быстрее и лучше. Напомню, без интернета. Только по GPS данным. То есть, как мы видим, Wi-Fi все выключено. Только GPS включен. И F3 будет в этом, наверное, получше, чем X3 Pro. Ну, если мы выйдем на улицу под открытое небо, хотя у меня и так, тут я у окна нахожусь. Тут буквально вот до окна сантиметров 20. И как мы видим в равных условиях, F3 показывает намного лучше результат, чем X3 Pro. Ну, что-то пытается там найти. Давайте пододвинем его к окошку. Может, сейчас что-нибудь найдет. Ну, не буду мучить дальше устройство. Как мы видим, в равных условиях F3 показывает намного лучше результат, чем X3 Pro. Опять же, если мы выйдем на улицу, он, может быть, и все нормально потом найдет. Но в равных условиях, то есть, в принципе, и улица-то недалеко. Как мы видим, вот оно окно. То есть, F3 будет намного лучше. Камеры я сравнивал. То есть, есть видео на канале. Ссылочки будут в описании. И на оригиналы файлов, и, к примеру, с Gcam есть. Так что, проходите, смотрите. Результаты все есть на канале. Также есть ссылочка на оригиналы файлов. Качайте и сравнивайте. Вибрация данных устройств. F3, да, он офигенный. То есть, вот у нас есть уровень тактильной отдачи. И это все регулируется. Но здесь этого нету, ни регулировки, ничего. То есть, тут тупо сильный, слабый и все. То есть, по сути, тут настройки, как на обычном роторном моторчике. На дешманском и тому подобное. То есть, нету никаких настроек, как вот в Poco и в F3. То есть, здесь мы можем, да, настроить тактильную отдачу. В принципе, ее даже слышно. Ну, не слышно, а ощущается. Сейчас поднесу микрофон. То есть, вот так это все дело выглядит. И довольно-таки приятно на ощупь. И данная вибрация нас сопровождает по системе. И в дальнейшем, когда у нас придет обновление 12.5, так как у нас все еще пока 12.5. И в 12.5 будет уже MIUI Taptic, который будет полностью системой завязанной вибрации. И данный вибромоторчик нам, так сказать, доставит удовольствие в использовании данного устройства. Ну, в принципе, с вибрацией закончим. Перейдем к звуку. То есть, мы имеем стерео, что на F3 и что на X3 Pro. Родной мелодии. К примеру, акустическая гитара. Довольно-таки она мне нравится. И посмотрим, что громче и объемнее там, не знаю, звучит. F3. X3 Pro. Опять же, да, за счет пластиковой крышки он дребезжит практически весь телефон. Здесь тоже такая есть вибрация, но она не так ощутима, как вот на пластиковой крышке на X3 Pro. Играет музыка Короче, скажу так. Звук у них плюс-минус сопоставим, но кажется, что у X3 Pro чуть-чуть басит, ну так чуть-чуть есть такой бас, либо же это из-за, не знаю, может быть, корпуса такого, не знаю, который дребезжит весь. Вот здесь чуть-чуть меньше это ощущается, но они довольно-таки чистые динамики, тоже играет довольно-таки хорошо. То есть, в принципе, игру и звук сопоставим, что у X3 Pro, что у F3. То есть, мне, в принципе, звук нравится, что тут, что тут. И, в принципе, звук классный. Так что, если выберете какой-то затихустройств, то звуком разочарованы не будете, по крайней мере. Классный звук, короче. Офигенный, мне нравится. Также, в плане музыки, тут еще у нас у X3 Pro имеется 3,5 джек, то есть, любители наушники, здесь с этим все прекрасно. А здесь у нас переходничок потребуется, который идет в комплекте, в принципе, тоже ничего в этом страшного нету, либо же, если вы используете Bluetooth наушники, то проблема решена отсутствием 3,5 джека. Также в OCO X3 Pro у нас есть еще FM-радио для любителей радиостанции. Здесь он есть. На F3 вроде как я не нашел, значит, его нету. То есть, инструменты, здесь его нету. Да и в меню я лазил, тут тоже у нас нету FM-радио. Так что, FM-радио нету, FM-радио есть. Как-то так. Ну, со звуком, все. Разблокировка устройства. Давайте посмотрим на нее. То есть, сканер отпечатка пальца у нас находится на торцах. Реализованный немного по-разному. X3 Pro у нас углубление в рамке имеет вот такое вот. В принципе, тоже кому как удобно. А на F3 уже новое решение. То есть, оно не углублено. Оно сделано, как обычная кнопка. Вот, видим. Как обычная кнопочка, матовая, как качелька регулировки громкости. В принципе, мне этот вариант больше нравится. Ну, давайте посмотрим. Давайте я сначала покажу вам работу разблокировки по лицу. Работают отлично. даже скорость узнавания одинаковая. Ну, F3 чуть-чуть побыстрее. Мне просто он отдает вибрации в тот момент, когда он узнает меня. То есть, это бывает, ну, чуть-чуть быстрее. Вот. И есть такая еще анимация. Смотрите на обводку камеры. Она уменьшается. Сначала она большая. Но когда узнает вас, она становится маленькой. Большая. Маленькая. То есть, вот такая вот анимация здесь есть. На F3 тоже она есть. Но там, в принципе, и так камера большая. И там еще чуть-чуть анимация тоже сделали. Опа. Ну, тут уменьшение не так заметно, как на F3. Сканер отпечатка пальца. На скорость разблокировки. То есть, в принципе, она довольно-таки быстрая. И, как мы видим, прям вообще один в один. Прекрасно работает сканер отпечатка пальцев. В принципе, к ним претензий нет. Как и разблокировки по лицу. Тоже все прекрасно работает. Еще хочу показать вам более такую полезную функцию, которая находится у нас в расширенных настройках. И функции жестов, функций кнопок. То есть, по-разному называется. Здесь этой функции нету. То есть, а здесь на F3 мы видим коснуться сзади. Вот. Коснуться сзади. Двойное касание сзади. Мы можем активить фонарик, центр управления, шторку выдавления и прочее. То есть, как это выглядит. То есть, когда у нас телефон включен, мы можем двойным тапом активировать ту функцию, которую выбрали. Также ее выключить. То есть, либо же сейчас центр управления. Давайте. Чик. Опустилось. Ну, пока мы дождемся реакции. Ну, в принципе, это есть. Также можно выбрать на тройное касание то же самое. Тут еще есть у нас дважды коснитесь отпечатка пальца. Вот. Режим без звука. Тоже можно повыбирать. Всякие функции. То есть, например... А, вот. Два раза коснулись. Вот. Включен джим без звука. Также выключен. В принципе, удобно. Вот здесь такие функции есть. Но на X3 Pro почему-то этого нету. То есть, как мы видим, вообще ничего нету. Только кнопка меню. Вон, и все. Приехали. Ну, вот такие это стандартные есть, конечно, настройки. Но... В третьем есть. Это прикольно. Вот такие плюшки. Друзья, что хочу сказать про аккумуляторы данных устройств. Здесь мы имеем 4,5 баночку. Здесь мы имеем 5,160 баночку. И хочу вам сказать, под нагрузкой данные устройства живут практически одинаково. То есть, сделал тест. Ну, такой простенький тест. Это 3 часа видео через Wi-Fi. Full HD разрешение. Яркость подсветки где-то 70%. Громкость где-то 60%. И проработал это все делать 3 часа YouTube. Потом я начал играть на данных устройствах где-то полтора часа тактикула на максимальной графике со всеми эффектами там вибрации и прочей лабуды. Полтора часа Call of Duty Mobile тоже там получается максимальная графика. Но при всем этом у меня была яркость стояла где-то также на 70% и в играх и при прокрутке видео. То есть, в общей сложности у меня осталось под конец теста F3 в районе 20% заряда и ой, X3 Pro в районе 20% заряда там 18, 19, 20 то есть, где-то вот так вот. и F3 тоже самое 20% заряда у меня осталось. То есть, в принципе, под нагрузкой они живут, можно сказать, одинаково. То есть, здесь идет экономия за счет AMOLED-а. Здесь же у нас IPS, который, в принципе, подъедает батарейку и мы получаем вот такие сопоставимые показатели. Но, опять же, если же у нас идет речь про автономность в режиме сна, то, конечно, более емкая батарейка будет чуть-чуть дольше жить. Но, в принципе, вам будет хватать данных устройств железно на сутки при хорошем использовании. И вообще, то есть, сутки полтора будет хватать при среднем использовании устройств данных устройств. Вот. F3 я пользовался. Мне хватило его до железно на сутки. У меня экрана выпало что-то там в районе 6 часов. Плюс-минус. Но смотрел тоже так же обзоры. У людей выходило и по 8 часов. И там что-то такие показатели хорошие. У друзей тоже есть F3. У них там экран тоже выходит по 8 часов. Но у них он прошит и на прошивку Redmi K40. Вот. То есть, там нормальная MIUI-оболочка. И, опять же, я же не знаю, как они им пользовались, то есть, в каком режиме. И, ну, экран, да, у них там под 8-9 часов выходил. То есть, я как бы чуть-чуть позавидовал. Так что, опять же, у всех свой режим использования. Хорошее устройство, хорошие батарейки. Будет хватать железа на сутки. В среднем использовании будет на полтора хватать. Так что, батарейками тут все порядок. Ну, и напоследок, давайте накинем ихние силиконовые чехлы и посмотрим, как они в них сидят и что-либо они там закрывают их. Что-то я про чехлы совсем забыл. То есть, X3 Pro, как мы видим, тут вообще мощный бампер, борта большие, защищают экран, можно бросать его экраном вниз. Камеру мы тоже защищаем, где-то миллиметра два-либо полтора есть. Можем и бросать его на спиночку, камера не зашоркается. Вырезы все нормальные. Заглушечка у нас немного не садится, но если запихать, она залезет, конечно. То есть, у вырезы все хорошо. То есть, в принципе, на первое время, чтобы не ушатать телефон, это более чем хорошо. На F3 давайте посадим. Тут более мягкий чехол, такой тоненький, элегантненький. Вот. То есть, вырезы у нас все идентичны, синхронны. Ну и защиты до камеры у нас практически нету, как мы видим, что-то даже меньше миллиметра, ну либо миллиметр есть отступ. Над экраном чехольчик тоже выступает. можем класть экраном вниз. Но тут у нас вот такой зашквар и вот эта пипетка она не закрывается, то есть, коротенькая, тупо не залазит в USB-порт. Как-то вот так. То есть, придется отрезать владельцам данных устройств, либо же просто тупо менять чехол сразу на другой какой-нибудь. Ну а по вырезам динамика тут все нормально. Сканер отпечатка пальца тоже тут есть вырез. Ну и как на Poco X3 Pro. То есть, в принципе, чехлы комплектные, но от них больше не требуется, чтобы защитить устройство. Со временем все это дело пожелтеет, шеркается и выкинется. Так что, нормально. Вывод по данным устройствам хочу сделать, в принципе, такой, то, что надумали X3 Pro, берите X3 Pro. Хватает баланса на него, то есть, финансовых возможностей, берите его, не пожалеете. А если еще хотите брать его в плане игровых каких-то возможностей, то есть, игровой телефончик, то это, наверное, самый бюджетный игровой телефон с таким процессором. То есть, берите его и вы не пожалеете. И будете играть вполне комфортно во все игрушки. Если же хотите что-то более элегантное и красивое и помощнее заделаем чуть-чуть больше на будущее. В принципе, хватит на будущее еще года на два, наверное, на три. Этого тоже. Но, хотим что-то покрасивее, полегче, поэлегантней по флагманским каким-то там ноткам, то берем F3, он, да, будет подороже. Но, и мы получаем более легкое, тонкое устройство с более крутым экраном, AMOLED-ом, более яркий. И все. Камеры у них одинаковые, только здесь макро лидирует, здесь макро отстойное, я бы сказал, такое обычное, обычная затычка. То есть, в принципе, по звуку они похожи. Тут немножко поглубже звук, чуть-чуть буквально. Но, здесь за счет своей компактности, тонкости, скорее всего, это и сыграло роль более-менее меньшего баса. Хотя, какой бас в телефонах, что вы там наркотики? Какой там может быть бас? Бас может быть в тачке наваливать, я не знаю, в акустике хорошая. А здесь это так, просто приятный звук для уха. Там, не знаю, поиграть, чтобы стереоэффект был. В играх, да, кстати, стереоэффект вообще отличный, то есть, происходящее у нас делится на два канала, более чем классно. Для игр подойдут оба устройства. Да, вообще, по-любому мультимедиа они очень хорошо заходят. Так что, намечили, наметились покупать X3 Pro, покупайте, или F3 наметились, то покупайте его. Устройства оба классные, своей ценовой категории, они, можно сказать, наверное, лидеры. Так что, наверное, и все, буду закругляться. Подписывайтесь на канал, скоро придут новые устройства, тоже будем распаковочку делать, всякие тесты, и прочее. Всем счастья, удачи, пока-пока. Пока-пока.